Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхем! Сегодня мы поговорим с вами об искуплении. Когда мы произносим слово искупление, конечно же, первое, что нам приходит в голову, это действие, которое совершил Господь наш Ешоа, будучи на Голгофском кресте, когда Он взошел на крест, когда Он умер и, естественно, тот факт, что Он воскрес из мертвых. Почему? Потому что этим действием Он искупил нас от грехов наших. Однако, если мы говорим не о русском значении слова искупление, у которого, кстати, тоже очень много тесно связанных с ним понятий, а о еврейском, в еврейском языке есть слово геула, и это особое действие, которое совершает Бог здесь на земле. Сегодня я предлагаю нам более подробно поговорить именно с иудейской перспективе о том, что такое искупление и на что оно направлено. Как мы с вами знаем, как только грех пришел в этот мир, а план по спасению от греха человека был задуман еще до создания мира, так вот, как только грех пришел в этот мир, понадобилось искупление. Почему? Потому что, как известно, смерть пришла вместе с грехом. И чтобы смерть не имела той власти, которая была заложена в ней духовными механизмами, нужно было пролитие крови. Итак, таким образом мы сталкиваемся с первым элементом и, можно даже сказать, важнейшим элементом, может быть, даже самым главным элементом процесса искупления – это жертва. Мы с вами читаем в третьей главе книги «Бытие» бы решить, что когда Господь изгонял Адама и Ева, Он сделал им одежды кожаные. Очень многие исследователи сходятся во мнении о том, что здесь речь идет о первой жертве, которую за грех Господь сам принес. Почему? Потому что, во-первых, как мы знаем с вами, Адам сразу не умер. Смерть должна была быть двойной, о чем нам говорит «смертью умрешь». Но духовная смерть наступила, физическая смерть еще не пришла, и Адам умер гораздо позже. Это наводит нас на мысль, что была принесена жертва, которая позволила Адаму дальше жить. Помимо этого, есть еще один признак того, что это была жертва. Как мы с вами читаем дальше на страницах книги «Бытие», мы видим, что сыновья Адама знали о жертве и знали правила ее принесения. В частности, Авель приносил жертву так, как он знал об этом, видимо, от отца, который видел, как жертву принес Бог. Это позволяет нам предположить, что это были не сотворенные одежды кожаные, конечно, Бог мог и просто их сотворить, но это были именно одежды, сделанные из кожи тех животных, которые были принесены в жертву. Итак, здесь мы имеем дело с первым элементом и важнейшим элементом искупления, а именно жертва. Однако, жертва не является единственным искуплением, и действие, совершенное по жертвоприношению, не является единственным и последним действием, направленным на искупление. Для того, чтобы это понять, давайте посмотрим на события, связанные с выходом еврейского народа из Египта. Почему? Потому что в иудейской теологии выход из Египта называется искупление первое. То, что должно произойти с приходом на землю Машеха, это искупление последнее или финальное, как его можно назвать. Между этими двумя событиями есть очень много параллелей, и все эти параллели связаны с тем действием по искуплению, которое Бог здесь на земле совершает. Здесь мы приходим к следующему открытию, что искупление это не единоразовое действие, а это комплекс мероприятий, направленных на то, о чем мы с вами дальше еще будем говорить. Итак, давайте мы посмотрим на то, как все происходило в Египте. Во-первых, мы с вами видим на страницах Священного Писания, что народ израильский находился, будучи в Египте, в рабстве египетском, находился в состоянии, что называется, царот, что значит стесненные, тяжелые, будучи в рабстве. Помимо этого, они были очень тяжелые, их состояние было очень тяжелым духовно. Наши раввины говорят о том, что из 50 уровней деградации духовной народ на тот момент достиг 49 уровня. Дальше мы с вами видим, что появляется лидер, прообраз Машеха, а именно Маше Рабейну, Моисей. И приход этого лидера к народу сопровождается чудесами и знамениями. Сюда можно включить в том числе 10 казней, которые были на народ египетский. Дальше мы видим тот самый элемент, о котором мы сказали выше, а именно пасхальную жертву. Почему? Потому что без пролития крови не бывает искупления. И вообще, как пишет Шауль Павел, что практически все очищается кровью. Дальше мы видим, что из Египта выходят далеко не все евреи. В тексте есть намек на то, что вышла только пятая часть. И здесь мы понимаем, что такой двигатель, как вера, необходима. Кстати, очень важный момент еще заключается в том, что помимо евреев из Египта вышло еще некоторое количество неевреев, которые поверили, и это привело их к этому действию. И дальше мы имеем ключевой момент в деле искупления, а именно речь идет о том, что народ должен был быть послушным лидеру. По сути, весь период, который еврейский народ продолжал свое путешествие по пустыне, это тренировка, если хотите, обучение, послушание лидеру и Господу Богу, которого этот лидер Машер Абейну представлял. Вообще, раввины говорят, что выход из Египта совершался в три этапа. Первый этап это, собственно, выход из Египта, второй этап пустыня. И это тоже очень важный период. Если мы посмотрим на его характеристики, то мы увидим, во-первых, что такое пустыня. В еврейском языке есть слово Мидбар. Мидбар имеет тот же корень, что слово Лидабер, Мидабер, то есть говорить. Почему? Потому что с древних времен, видимо, после выхода из Египта, считалось, что именно в пустыне людям легко говорить с Богом. И мы с вами встречаем на страницах Торы, что в этот период, пока народ израильский путешествует по пустыне, Бог все время говорит с ними через Моисея, другими способами, но все время с ними разговаривает. Вторая важная характеристика этого периода заключается в том, что народ израильский находится на полном, можно сказать, обеспечении Бога. Мы с вами хорошо помним, что еда у них была с небес, пили они из камня, который сопровождал их на протяжении всей жизни. И в пустыне у них не портилась ни одежда, ни обувь, и они могли таким образом спокойно жить. И единственная проблема, с которой они все время сталкивались, это проблема воспитания их веры. Когда они не проявляли веру, начинали ударяться в какой-то грех и лопоклонство, в их жизнь приходила гибель. То есть главный урок, который из пустыни мы можем излечь, что живя верой человек следует за Господом. Без веры за Богом следовать не получается, это приводит к гибели. И, конечно же, третий этап первого искупления заключается в том, что народ израильский входит в землю обетованную. Цель этого путешествия, хочу обратить внимание на такую важную деталь, важный факт, что, как мы читаем на страницах Священного Писания, до этой цели, до земли обетованной, дошли далеко не все. Теперь посмотрим на искупление, последнее искупление, которое в представлении иудейских мудрецов должен принести Машеях. Во-первых, как это очень часто делается, существует параллель между рабством в Египте и рабством в грехе. Но я посмотрел бы, опять же, на эту ситуацию немножко более шире. Во-первых, тут, безусловно, есть понятие царо, то есть стеснение или давление, когда люди перед приходом Машеяха будут находиться в очень тяжелом духовном состоянии. В иудаизме есть такой термин, царали и леаков, который обозначает все вот эти страдания, которые будет испытывать еврейский народ. Я бы только добавил, что речь идет не только о евреях, потому что это всегда было не только про евреев. И смысл в том, что народ Божий должен находиться накануне искупления в очень тяжелом духовном состоянии. Дальше. Появление лидера, подобно Маше Рабейну. Как мы знаем с вами, Моисей был прообразом грядущего Машеяха. И когда еще пришел в этот мир, его приход к народу своему тоже сопровождался многими чудесами и знамениями, подобно как приход Машеях приносит себя в жертву. Я бы выразил это так, как мы и говорили, без крови не бывает искупления. И следующий путь, период, который начинается в тот момент, период, который можно назвать сегодня периодом церкви, сравнивая его, кстати, с пустыней. Но ключевой момент здесь, безусловно, является послушание и доверием Мессии. По сути, с момента, когда каждый человек уверовал в Ешуа, начинается процесс его искупления. Вся его жизнь. Это период, когда он учится быть послушным Богу. Именно поэтому в этот период, подобно как в пустыне, Бог говорит с людьми. Он сегодня с нами говорит и Духом Святым, и через священные писания. Бог заботится о людях. Бог учит нас. Должна побеждать вера. Мы должны руководствоваться этой верой. Иначе это приведет, как в древние времена, в погибель. Какова же цель всех этих действий? Установление Царствия Божьего на земле. Мы с вами читаем в Евангелии от Марка, 1 глава, 14-15 стих, записан так. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус к Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Цель искупления – это установление Царствия Божьего на земле. И поэтому геула, искупление – это не разовое действие, которое совершил Бог, будучи здесь на земле, когда принес Сына Своего еще в жертву за наши грехи. Геула – это искупление, целью которого является Царствие Божие. И в этом и есть благая весть Евангелия, что приблизилось Царствие Божие. И благодаря действиям Божьим мы имеем опцию, такую возможность войти в Царствие Божие. Еще один момент, о котором мне сегодня хотелось упомянуть. Как вы знаете, возможно, что одним из ключевых доводов, которые используют против идеи, что Иисус является маршехом, я имею в виду сейчас ортодоксальный иудаизм, заключается в том, что Царствие Божие еще не наступило. То есть нам говорят так, если Машех уже пришел, то где Царство? Ибо, как написано, он должен сидеть на троне в Иерусалиме. Однако, я хочу обратить наше внимание на то, о чем мы сейчас с вами выше рассуждали. Подобно, как Геула решена, первое искупление, наступило не моментально, как я и сказал, это был целый процесс, начиная с выхода Египта, путешествия по пустыне и только затем вход в землю обетованную. Кстати, по некоторым намекам есть такая теория, если хотите, что Моисей думал, что когда войдут в землю обетованную, то вот и наступит то самое Царствие Божие. Я сейчас не буду это ни оспаривать, ни доказывать, просто упоминая об этом. Так вот, подобно вот этому первому искуплению и последнее искупление не обязано произойти мгновенно. Именно поэтому мы говорим о том, что Машех пришел, он пострадал за грехи, это была его жертва. И сейчас, по сути, у нас есть период, который очень напоминает вот тот самый период в пустыне, когда мы учимся доверять Машеху. Апостол пишет «С трепетом совершайте спасение свое». Другими словами, он подразумевает, что искупление – это не единоразовый акт, это действие, которое направлено и которое заканчивается только с переходом человека в царстве Машеха. Как известно, ничто нечистое не может войти в это царство. По сути, когда Бог давал Аврааму обетования, связанные с миром грядущим, связанные с Машехом, он давал ему в том числе обещание, что это царствие придет, и его потомство, евреи в нем будут играть ключевую, важнейшую роль. То, что мы наблюдаем сегодня на земле, это процесс воплощения этого плана по установлению Царства Божия на земле. И дальше мы будем видеть, как Бог продолжает это исполнять. Именно поэтому так важно, и вот этот урок относится к циклу пророки Царствия Божьего или пророчества Царствия Божьего, когда мы анализируем тексты Священного Писания, которые нам указывают на признаки пришествия Царства Божия на землю. Царство, которого мы ожидаем, царство, для которого мы спасаемся, царство, в котором мы все надеемся оказаться. Да благословит нас в этом всех Господь. Бощем еще Машех. Субтитры создавал DimaTorzok